Прохладное мартовское утро на плацу. Ульяновцы собрались в областном сборном пункте. Все они отправляются защищать родину. Но сначала им придется подтянуть боевые навыки в Самаре. После обучения и слаживания бойцы отправятся в места сражений. Настроение боевое. Мужчины уверены в своем решении. Никаких сомнений. Среди контрактников и парней молодые и опытные воины, побывавшие в горячих точках. Баулы собраны. Отступать некуда. У нас мотоцерковый полк был. Пол тысячи двести человек в то время. Водителем был на 266. Куда села и туда ездил. Семья относится нормально. Пошел по контракту на два года. Россия женского рода. Женщин мы любим. Так что, извините, конечно. Хочу обратиться к мужчинам настоящим. Ребята, делай, как я. Девиз ВДВ. Сидеть дома не надо. Служил я на Украине. С родственной службы на Западной Украине служил. Было вроде как нормально. Но что-то там случилось. Поедем исправлять. Защитников проводили их супруги, скромно, не проявляя излишних эмоций. И слова на путстве прозвучали от заместителя губернатора Ульяновской области Александра Коробко. Россия никогда в истории не начинала войн. Россия всегда войны заканчивала. И наши с вами деды, прадеды в годы Великой Отечественной войны выбросили немецко-фашистских захватчиков с территории нашей страны и освободили всю Европу и водрузили знамя победы над поверженным Берлином. Победа всегда была за нашей страной. Так будет и сейчас. В добрый путь парней проводил и герой Российской Федерации Олег Лабунец. Защита семьи, дома – это почетная обязанность мужчин. И сегодня наши земляки еще раз доказывают, что они действительно мужчины, которые хотят защищать свою страну, свою семью, обеспечить своим детям мирной невыной головой. Мужчины прошли медкомиссию и собрали документы примерно за двое суток. Срочная служба в биографии не обязательно. Образование не имеет значения. Возраст от 18 до 60 лет. Все граждане, кто думает, кто задумывается поступить на военную службу по контракту, вам необходимо обратиться по адресу город Ульяновск, Карла Маркса, 39А, номер телефона 35-62-78 или в военный комиссариат по месту жительства. Напомним, контрактники зарабатывают от 170 тысяч рублей. Размер жалования зависит от должности, звания и выполняемых задач. Также предусмотрены единовременные региональные и федеральные выплаты.